Мольберт я ставлю всегда в рабочем положении так, потому что мне нужно трогать рисунок руками. Она на ощупь определяет границы бумаги и точно так же выбирает нужную краску. Каждая баночка подписана. На крышках выпуклые точки. Здесь у меня идет светло-голубой, одна точечка. Дальше идет потемнее, две точечки. Варвара всегда рисует только акриловыми красками. Они быстро сохнут. Голубое небо можно потрогать почти сразу же. Вот я здесь краской нарисовала, а здесь есть белые места. Значит, здесь их нужно зарисовать. Зрение она потеряла 8 лет назад. Искусство живописи освоила не так давно, в 2014. Вот такие рисунки получаются у человека, который ничего не видит, лишь различает день сейчас или ночь. В прошлом году Варвара со своими работами на военную тему победила в краевом конкурсе «Семицветные салюты». Он был посвящен юбилею Великой Победы. А вот эти цветы с бабочкой по-своему дороги автору. Это самый первый рисунок. Я была в Москве в реабилитационной институте. По реабилитации обучали нас именно, как работать с людьми. Я там столкнулась с людьми, которые рисуют. И мне посоветовали прочитать про американского художника, который с детства слепой, и как он это делает, и как он это чувствует, и как он это все описывает. И мне захотелось тоже. Уже несколько лет Варвара Юртаева не только сама живет без зрения, но и помогает жить другим, незрячим и слабовидящим. В Лиссасибирске она возглавляет местное отделение Всероссийского общества слепых. Именно к ней инвалиды идут за помощью и консультациями. Здесь же и специальная библиотека. Можно слушать и классическую, и современную литературу. Под руководством Варвары даже осваиваются небольшие театральные постановки. Я говорю, вы выполняете действия. Потом это в дальнейшем будет. Вы делаете эти действия, я их просто-напросто комментирую. А еще Варвара обучает незрячих работать на компьютере. Это ее задача как социального педагога. Официальное рабочее место ей организовал Лиссасибирский комплексный центр соцобслуживания. Освоить компьютер и даже гулять по интернету, ничего не видя, позволяет специальная программа. И нет выделения работы не только. На улице Варвара, как и другие незрячие, всегда с белой тростью. Она помогает ей передвигаться по городу и даже ездить на автобусе. После потери зрения ей пришлось многому научиться. Это было непросто. Но как бы не банально это звучало, нет ничего невозможного, уверена Варвара. Если человек захочет, он горы свернет. И это правда. Потому что главное нужно желание. Именно желание захотеть это сделать и найти человека, который тебе поможет. Именно поможет, немножко подтолкнет тебя, а дальше ты пойдешь сам. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.